Открытие новой фабрики даст толчок развитию Алданского района. На участке горнообогатительного комбината Рябиновой компании Селегдар ввели в эксплуатацию новую золотоизвлекающую фабрику. Производственные мощности должны нарастить объемы добычи драгметаллов и позволить выйти компании на круглогодичный цикл добычи. Введение нового объекта позволит работать Селегдару на территории Якутии еще 15-20 лет. В свою очередь это отразится на повышении качества жизни не только алданцев, но и всех жителей Якутии. Продолжит Любовь Васильева. В Алданском районе вышел на проектную мощность республиканский инвестиционный проект ГОК Рябиновый. Со строительством новой фабрики годовой объем добычи увеличится в два раза. Прирост составит в 1 миллион тонн руды в год, а по золоту до 2 тонн. Дальнейшее развитие месторождения Рябиновое предполагает еще и переработку отходов золотодобывающего производства. С запуском фабрики я надеюсь и настроение у всех повысится, так как это в общем-то большое подспорье Селегдару. Ну в общем-то жителям района мы кто безработный и хорошо специалисты, мы готовы пригласить их на работу. Селегдар начал геолого-разведочные работы на месторождении еще в 2007 году. А строительство золотоизвлекающей фабрики начали в 2015 году. В прошлом году кампания по этому инвестиционному проекту в горнопромышленном форуме России стал финалистом. В осенью будем докладывать нашу стратегию. В принципе стратегия она в основном у нас связана именно с Якутией, с развитием производства здесь. Здесь наша основная площадка, мы долгие годы уже здесь основной налогоплательщики. И в принципе мы в общем-то планируем все дальнейшее свое развитие стратегии связать с Якутией. С началом работы фабрики компания создала 400 новых рабочих мест. И с начала этого года акционерным обществом золота Селегдара трудоустроено более 170 якутян по рабочим специальностям. Андрей Беленков приехал из Кобяйского улуса, устроился по программе трудоустройства кадров промышленность. Меня очень устраивает эта работа и перспективы очень большие в этой компании. Мне как бы все устраивает. Замечательная программа. Золото Селегдара является одним из основных промышленных партнеров Якутии. Помимо финансовых обязательств, по условиям присутствия на территории республики, компания выполняет ряд социальных миссий. Создает жилищные условия работников, поддерживает профессиональное обучение сотрудников, финансирует строительство объектов здравоохранения и медицины. Мы финансируем детей, финансируем различные общественные организации. Мы даем рабочие места, мы даем налоги в бюджеты различного уровня. Я уже рассказывал, что по прошлому году такого миллиарда. Мы растем и растет наши социальные программы. Я думаю, они будут только расти и увеличиваться. Перед республикой стоят задачи по реализации инвестиционных проектов, строительству новых инфраструктурных объектов. И сотрудничество руководства Якутии с крупными недропользователями решают эти приоритетные задачи. Наряду с теми налогами, которые не платит бюджет республики, наряду с теми социальными задачами, которые непосредственно в интервью себя решают, они должны по тем муниципальным образованиям, где они размещаются и занимаются своим производством, должны, конечно, оказывать свою помощь. Непосредственно Алдану и людям, которые здесь живут. Это очень важно и очень нужно. И я думаю, что такая политика будет дальше продолжаться. Компания «Золото Селегдара» намерена и дальше наращивать производственные мощности в Якутии. В планах строительство еще двух золотоизвлекательных фабрик, а также внедрение совершенно новых производств по добыче драгоценного металла. Главную стратегию развития золотодобывающие предприятия видят на территории Якутии. Реализация долгосрочного проекта – это повышение качества жизни и благополучия алданцев, жителей республики. Любовь Васильева, Руслан Павлов, Дмитрий Залевин, НВК Саха, Алдан.